приветствуем ценителей ножей на канале резать ру сегодня мы представляем вашему вниманию большой полевой нож внедорожник нож выживания от компании fox knives модель римор римор в переводе с латыни обозначает исследователь и по моему мнению нож абсолютно полностью соответствует своему названию таким мощным ножом можно выполнять действительно самые различные работы в полевых условиях резать строгать рубить колоть использовать как лопату использовать как топор использовать вот эту ударную часть в качестве стеклобоя или для других ударных работ в полевых условиях этот нож вполне сможет выполнить роль поварского шефа или скиннера но обо всем по порядку технические характеристики и материалы нож оснащен клинком из австрийской бойлеровской стали n 690 длина клинка 17 с половиной сантиметров полная длина ножа 30 с половиной сантиметров толщина обуха 6 миллиметров и вес 360 грамм рукоятка ножа выполнена из форпена ударопрочного полимера рукоятка имеет эргономичную форму с вот такими подпальцевыми выемками выборками и насечками противоскольжения но к ним мы вернемся немножко позже монтаж выполнен на двух мощных винтах и монтаж выполнен на полный сужающийся хвостовик что при ширине обуха 6 миллиметров конечно же дает просто монументальную конструкцию подробнее по лезвию клинок имеет профиль дроп-поинт и этот дроп ну очень близок к спирп-поинту лезвие не асимметричная копьевидность не полная но тем не менее острие очень даже рабочие при всем при том что сведение здесь ну не детское и сломать этот кончик даже при очень больших нагрузках не самая простая задача то есть нож действительно рассчитан ну на очень жесткие нагрузки на очень суровое такое использование спуски достаточно высокий где-то три четверти ширины клинка при том что обух у нас повторюсь 6 миллиметров сведение ну прям на ощупь я вам скажу абсолютно не маленькая не менее миллиметра не вижу смысла его мерить никаких волшебных 05 мы здесь не увидим ну собственно и назначение ножа говорит именно об этом подводы очень широкие не менее 3 миллиметров шириной и очень конечно интересно как при такой толщине обуха таком немаленьком сведение и таких подводах этот нож режет мы это конечно же проверим и я думаю что вот это рекурва нам что-то интересное покажет отметим финишное покрытие stonewash наличие вот такого ну не вполне фальш лезвия скажем таких фасок снятых слева и справа которые упрощают работу на укол отмечу что на обухе близ рукояти имеется достаточно длинный такой участок на котором нанесены поперечные глубокие поперечные насечки противоскольжения под упор большого пальца я думаю что эти насечки отлично будут работать как при хвате голой ладонью так и при хвате рукой в перчатке со стороны режущие кромки у рукояти мы видим достаточно глубокий чойл очень удобный палец у него полностью помещается чойл можно использовать для того чтобы перехватить клинок поближе для выполнения каких-то деликатных работ кроме этого как я уже говорил нож вообще можно перехватить вот таким образом и использовать вот эту дугу режущей кромки как скинер для обеливания трофеев также замечу два отверстия в клинке которые можно использовать вместе с отверстием под темляк на выступающей ударной части хвостовика для того чтобы сделать страховочную систему но не только я думаю что эти отверстия можно использовать для того чтобы превратить этот нож в копье присоединив к нему древко по надписям на клинке на правой стороне лезвия нанесен логотип компании fox knives имеются буквы fk м д надпись maniago italy n 690 и маркировка модели fx 9c м 07 на левой стороне лезвие также логотип компании fox knives и название модели риммер рукоятка на мой взгляд очень удобная и очень продуманная вот эти под пальцы выемки очень хорошо работают и при прямом и при обратном хвате смотрите я беру нож левой рукой прямым хватом указательный палец у меня ложится точно в эту выемку а безымянный палец и мизинец можно расположить на выемках которые находятся близ стеклобоя при обратном хвате вот в эту выемку мизинец ложится просто идеально и обеспечит прекрасное сцепление как левой так и правой рукой ну и сцепление с ладонью также улучшают насечки противоскольжения которые находятся близ обуха на рукояти и напротив каждой из пары выемок и так проверим как нож режет на заводской заточке кассовый чек и работа этой рекурлы ну очень даже неплохо при таком сведении и при такой толщине обуха но шримор оснащен очень качественными и на мой взгляд очень продуманными ножнами выполненными из нейлона ножны симметричные имеют не прорезаемые вставки из какой-то резины или полимера внутри поэтому вы можете смело вкладывать нож ножны и хоть влево хоть вправо никаких проблем нет очень хорошо продумана система страховки это вот такой клапан который можно зафиксировать нож в ножнах а кроме этого вот такой по сути свободный подвес с кнопкой фиксации для рукоятки имеется несколько вариантов крепления ножен на ремень на разгрузку на рюкзак и так далее это вот такая разъемная шлейка с помощью которой можно очень быстро снять нож с ремня либо закрепить его обратно на ремень случае крепления ножен на ремне через вот эту петлю можно дополнительно их зафиксировать на бедре с помощью вот этого шнурка чтобы ножны у вас не болтались и не выпирали из снаряжения можно закрепить ножны повыше используя вот эту широкую петлю которая крепится на кнопки при необходимости вот эту верхнюю часть можно легко отсоединить на фастексе и закрепить нож на вот этой петле или используя шлейки которые имеются на ножнах спереди и сзади для установки на разгрузочной системе молли подводя итог обзору ножа риммер я выскажу свое личное мнение для меня этот нож стал приятным открытием и я назову его наверное самым лучшим экспедиционным ножом который попадал мне в руки за последний год ну а объективно остается сказать лишь одну резюмирующую фразу риммер от fox knife крутой исследователь из италии так вот Продолжение следует...